Я представляю вам следующего спикера. Это Вадим Макеев. Он основатель и поддерживающий человек далее этого сообщества веб-стандарты. Ведет также одноименный подкаст, который выходит каждую неделю и в котором рассказывает о новостях фронт-энда. Также Вадим Макеев активно организовывает метапы и конференции по фронт-энду в целом и CSS. Также мне сказали, что Вадим является фанатом механических клавиатур, помимо фронт-энда и дизайна и аудиопродакшена. Вот. И сегодня мы послушаем от тебя доклад о том, как сейчас вообще делается адаптивная верстка сайтов. То есть о тонкостях этого процесса. Да, на самом деле я хотел помечтать о том, как она будет сделана, но и немножко коснемся того, как происходит сейчас. О, спасибо, да. Просто напоминалочка, что в параллельном треке сейчас идет доклад от Сары Вьера, но я надеюсь, вы остаетесь с нами. Хорошо, спасибо. Давайте начнем. Давайте. Я на самом деле не обижусь, если вы уйдете к Саре, потому что если вам интереснее React и почему он медленный, мне кажется, это важно. Сегодня важно понимать, почему ваши сингл-пейджи медленные. А я сегодня хочу поговорить про то, почему у вас медленно грузятся сайты, я бы сказал, и как это связано с адаптацией. В общем, давайте посмотрим, на что. Мы сегодня говорим про такую тему, которая называется условно-адаптивно. И главная тема здесь — это как нам разобраться, что нужно пользователю, а что пользователю не нужно, как реагировать на то, на чем он пришел, какие у него задачи и так далее. И это все вроде бы абсолютно типичная история для адаптивности, но на самом деле нет. Ладно, в двух словах «кто я, что я» дополню, как меня уже представили. Я один из Google-девелопер-экспертов. Вот на этой фотографии я в далеком солнечном... В далекой солнечной Калифорнии это было несколько лет назад, когда еще были конференции, когда все было оффлайн и так далее. Я надеюсь, еще будет повод вернуться. И тут про меня говорили, что я еще и метапы организую. Да, это тоже справедливо. Кроме прочего, еще заходите на мой YouTube. И самое приятное, что можно сделать для YouTube-блогера — это нажать вот на эту классную кнопку. Так что да, я выпросил свое внимание от вас. И теперь давайте продолжать. Прежде чем понимать вообще, что нам можно улучшить в загрузке сайтов в перформансе, и вообще, может быть, даже как переосмыслить, ведь наша задача сегодня скорее не просто разобрать, как оно все устроено, а попробовать подумать, что можно сделать для этого. Было бы классно разобраться, как мы вообще пишем стили сегодня. Поэтому давайте попробуем понять, что происходит. Не в смысле, где мы пишем фигурные скобочки и вообще, как мы вообще все это делаем, а скорее в том смысле, как мы думаем об этом с точки зрения модульности, подключения, сборки и всего остального. Это оказывается важно. В общем, история такая. Мы, когда пишем стили, мы пытаемся сделать какую-то модульность. Это, в общем-то, тренд, которому нет вопросов. То есть мы для шапки пишем header.css, ну или s.css, или ls, или как вы там пишете в css.ngs, неважно. Я примерно это все изображаю. Потом для navigation, search, content, gallery, sidebar. В общем, пошло-пошло-поехало, и в итоге это все попадает в какой-то конечный файл. Как вы его называете, как вы его подключаете, даже не принципиально. Главное, что типичный взгляд на стили сегодня, это взять их и вот так вот сшить в один файл. И это, в принципе, абсолютно нормально, потому что мы, по идее, хотим, чтобы все наше приложение в любой момент времени было полностью готово. Чтобы не было такого, что пользователь зашел на одну страницу, у него все в порядке, а другая, ой, требует еще дополнительных ресурсов. Тем более, когда вы зашиваете это все в JS-бандлы, тут вопросов особых нет. Ну, типа, все сразу доставили, все сразу работает, да? Ну, в общем, да, есть такой способ. Ну, то есть вы в каком-то месте своего кода делаете импорты, там, CSS на импорты, какие-нибудь там, не знаю, веб-паковские импорты, и начинаете все это сшивать, да? Разные инструменты для этого есть. И на самом деле все инструменты плюс-минус заточены именно под такой сценарий, когда мы все сшиваем. Ну, то есть там раньше был галп, и до сих пор есть там пост-CSS, веб-пак, может быть, кто-то вид уже на хайпе попробовал. В общем, есть разные способы сшивать все вместе. В основном они ориентированы на CSS, ну, я имею в виду прям современные всякие бандлеры. Но вообще, конечно же, есть и более специфичные для CSS, там, тот же самый пост-CSS. И в итоге получается стайл с CSS. И вы можете спросить, а, собственно, в чем проблема? То есть мы, как я уже говорил, получили все ресурсы, и все сразу работает. Проблема становится ясна, когда вы начинаете разбираться, как на самом деле работает загрузка сайтов. То есть поразительно, но не все начинают думать о загрузке сайтов, когда пишут сайты. Обычно думают о том, как на локал хосте все сработает. Обычно думают о всякой модульности, о кросс-браузерности, может быть, о каких-то новых классных библиотеках, как задачку решить побыстрее. А про перформанс думают обычно где-то в конце. Так вот, есть некоторый тип задач, перформанс, доступность, еще что-то такое, которые решать нужно не в последний момент, типа написал приложение, а потом чешешь репу, думаешь, а что ж такого сделать, чтобы оно быстро работало, или чтобы оно было доступным, например. А то, что стоит продумать на уровне архитектуры. Не стоит, а это самый эффективный способ. Когда вы с самого начала задумывались о том, как это все должно работать, у вас потом и вопросов не возникает, как это оптимизировать, потому что вы заложились заранее. Так вот, получая вот этот толстенький и очень симпатичный бандл или просто CSS-файл, например, вы, оказывается, замедляете перформанс вашего сайта, а можно лучше. Чтобы вообще разобраться в этом, давайте попробуем понять, как это все устроено. Прежде чем мы поймем про перформанс, давайте просто поймем, как мы вообще работаем с адаптивностью, и это на самом деле вас не удивит, когда вы поймете дальше. Наши размеры файлов очень часто зависят от того, что мы туда зашиваем. И одна из особенностей, которая раздувает наши файлы, является адаптивность. То есть давайте просто подумаем, из чего состоят наши стили. Мы должны делать сайт, работающий и на мобильных, и на планшете, и на десктопе, и при разных разрешениях, при разных условиях, светлые и темные темы. Ну, вы примерно представляете, все это входит в понятие адаптивности. И когда мы загружаем стили на одно конкретное устройство, мы на самом деле хотим только стили для одного конкретного устройства, а мы зашиваем туда все. Давайте просто вспомним, как это все обычно у нас устроено. Например, адаптивность от мобильных. Вот примерно так это все работает обычно. Давайте посмотрим. Допустим, у нас есть какой-то хедер. Мы его красим в томатный цвет, например. А потом говорим, что начиная с ширины 768, давайте покрасим его, не знаю, в сливовый. А начиная от ширины 1024, покрасим его в пшеничный цвет. И это обычный подход Mobile First или от мобильных, как я в последнее время стараюсь называть их. То есть отсюда и наверх, отсюда и наверх, отсюда и наверх. То есть мы каждый раз дополнительным слоем что-то переписываем. Есть другие подходы, есть подходы наоборот. Не знаю, заметили вы разницу или нет. Здесь только меняется префикс. MinWidth и MaxWidth. Но еще, понятное дело, скачут цвета, чтобы мы получили точно такой же результат. Так вот, когда мы адаптируем Desktop First, то есть от десктопа, мы по сути получаем что? Мы говорим, на десктопе хедер пшеничный. Начиная с ширины 768 и ниже с львовой и так далее, и так далее. То есть мы потихонечку, потихонечку начинаем перекрашивать наши цвета. И я уже говорил, что это все идет слоями. То есть мы, по сути, разливаем краску. Если для вас это не звучит диковато, давайте я попробую объяснить. Мы, когда говорим, что... Например, Mobile First. Когда мы говорим, что от мобильных, мы говорим, шапка, не знаю, там, томатная, и типа такой, и до конца, типа, пока не кончатся пиксели на экране. Потом мы приходим к следующему этапу, к следующей ширине окна и говорим, а теперь типа с львовой. И мы снова берем ведро краски и разливаем, типа, хе-хей, вперед до конца окна. То есть мы каждый раз перезаписываем, перезаписываем, перезаписываем. И в конце у нас уже, если продолжать метафору с банкой краски, у нас уже одна краска, другая краска, месиво, и все на свете, хотя это на самом деле уже на уровне десктопа не нужно. И как многие, наверное, догадываются, с этим нужно и можно что-то делать. Почему? Потому что, ну, понятное дело, что люди не ресайзят свои сайты практически. А если ресайзят, для них это какой-то особый специальный опыт. То есть в чем идея? Вы открываете свой сайт на телефоне, и вас интересует только телефон. Если его перевернули, вы готовы к тому, что что-то как-то поменяется, подгрузится, еще что-то такое. То же самое на десктопе. Вы редко на десктопе делаете ресайз до мобильного, просто потому что, ну, это ваша ежедневная задача. Вы открыли сайт и пользуетесь им, обычно при фиксированной ширине. И вот содержание вообще всего в сайте прямо сейчас, такое же толстенькое, как этот код, и такое же блокирующее загрузку, это не очень хорошо. В общем, мы разобрались с вами, почему у нас большие страницы. Теперь давайте вернемся к перформансу, вернее, большие стили. Вернемся к перформансу и попробуем понять, как это все на самом деле работает, и почему эта проблема. Ну, как мы подключаем стили частенько? Ну, например, что-то типа того. Сначала подключаем какие-то стили, собранные все вместе, потом подключаем какие-нибудь шрифты, потом, может быть, версию для печати. Ну, то есть примерно вот так вот. То есть все сразу, что-нибудь внешнее дополнительное и что-нибудь особенное специальное. Иногда бывает, что люди еще дополнительно у себя на сайте добавляют разные штуки в разделы. То есть есть какой-то очень специфический раздел, на котором, ну, прям какие-то совсем там дата гриды или какие-нибудь там каталоги или формы оплаты, которые нужны только на этой странице, я не знаю, галерея какая-нибудь. И это, в принципе, можно выделять в отдельные файлы. И это уже много, и это уже хорошо, потому что мы изначальную загрузку, например, для главной страницы, мы в нее не зашиваем то, что, наверное, странице точно не нужно. И это уже здорово, и этим нужно заниматься, на мой взгляд, гораздо активнее. Понимать, что пользователю нужно на главной странице, понимать, что нужно на внутренних страницах. Но это еще не все. Тут, собственно, начинается тот самый перформанс, который важен для развития и понимания нашей задачи сегодня. В чем идея? Если мы с вами поймем, как сайты загружаются, мы сможем понять, что здесь не так. И здесь я сейчас не пытаюсь вам объяснить, что происходит, когда вы нажимаете, набираете адрес в адресной строке и нажимаете Enter. Это слишком длинная и сложная история. Надеюсь, вы эти статьи читали. Здесь я пытаюсь вам сфокусироваться на загрузке стилей. Так вот, браузер сначала запрашивает страницу. То есть, по сути, идет на сервер, запрос, все дела, сервер ему отвечает, ну вот это все. Сначала сервер отдает браузеру HTML. И браузер начинает этот HTML активно парсить. И парсит, 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 находит все ресурсы, которые ему нужно загрузить. Стили, картинки, какие-то вещи самые очевидные, которые содержатся прямо в этом HTML. Не где-нибудь еще, а именно в этом HTML. Потом браузер наконец-то находит стили. Он их, ну, прежде всего ищет. На самом деле, ему не нужно закрывающий бадди найти, прежде чем найдет стиль. Он сразу, как только видит link real style shit, он на них сразу бросается. Это для него очень важно. Браузер начинает грузить CSS. Если он находит там подключение других стилей, он продолжает грузить эти стили. И пока все дерево не выгрузит, ничего не произойдет. И он снова грузит этот CSS, который вдруг он нашел. Импорт какой-нибудь, Normalize, какой-нибудь Google Fonts, который вы зашили, и так далее, и так далее. Когда у браузера есть весь CSS, он наконец-то рисует. И на самом деле, если подумать, то это звучит крайне неэффективно. Ну, то есть, ты сначала очень-очень-очень-очень долго ищешь, анализируешь, а потом у тебя даже есть что нарисовать на самом деле. Но ты такой, как браузер. Не буду ничего не рисовать, пока последний файл стилей во всех этих импортах, во всем этом сложном дереве не загрузится. И это диковато, но ничего не поделаешь. Тут такая история, что если вы начали партить файл стилей и такие, ну, давайте я что-нибудь нарисую, пока файл до конца не загрузился или не запарсился, как с HTML. Вы что-нибудь нарисовали, а потом где-то попозже в стилях написано, что вам нужно рисовать совсем другое. Вы это выбросили и нарисовали снова. Потом еще немножко попартили, выбросили и нарисовали снова. Такова природа стилей, декларативная и вообще каскада, что вы сначала доходите до конца, складываете все вот эти вот переопределения, складываете все эти нюансы, и только тогда вы складываете полную картину. И в этом проблема. И если у вас возникает желание уволить браузер и сказать, что что творишь, прекрати, за неэффективную работу, например, тут не браузер виноват. Да никто не виноват на самом деле. Просто так устроены таблицы стилей, так устроен рендеринг браузеров, так устроена современная доставка ресурсов страниц. И нам с этим особо ничего не поделать. Или можно что-то поделать. Вот это интересный вопрос. Если мы подумаем, то главная проблема, что пока все стили не загрузятся, пользователь не видит ничего, кроме белой страницы, то есть совсем ничего. И, как я вам уже говорил, вот этот толстенький котик стилей, всех стилей, сшитых вместе, можно и нужно разделить на части. Но по какому принципу, это, конечно, вопрос открытый. Если мы подумаем, как у нас все подключается, то мы понимаем, что вот с этим проблем особых нет. Это у нас файл стилей основной, это внешние шрифты, они отдаются быстро, хорошо и так далее. То есть это два файла. Загрузил два файла, начал рисовать. Но если мы содержим, подключаем какие-то внутренние импорты, вот это проблема. Поэтому тут, если вы запомните одну вещь из этого доклада, то все вот внутренние импорты обязательно нужно сшивать в один файл, чтобы браузер с самого начала на уровне HTML понимал, что ему загружать. Иначе, ну, иначе будет сложность. Вы могли задаться вопросом, что это за гармошка была на главном слайде. И на самом деле эту гармошку я вспомнил, когда делал этот доклад. Мне кажется, это самая яркая идея адаптивности, которую только можно вспомнить. Есть такой забавный музыкант, который раньше был фронтендером, хороший человек, Артем Поликарпов. И он сделал такой баян. Он так выглядит. Я сейчас покажу на секунду, как он работает, просто чтобы немножко отвлечь вас, и вы подышали. В общем, это вот такая вот страница адаптивная. И если ее пресайзить, вы получите баян, меха которого сжимаются. И более того, я вам сейчас не включаю, но он еще и играет музыку. То есть, в принципе, вы можете играть на баяне в браузере. И это очень крутая адаптивная штука, которая реагирует правильно на то, что происходит. Она была сделана много лет назад, и понятное дело, что там какие-то современные крутейшие техники в ней не используются. Но тем не менее, это потрясающая метафора адаптивности. Если вдруг вы не видели, видите, кнопочки бегают. Не просто так бегают, это ноты, которые играют. В общем, крутая штука. Покрутите ее и попробуйте порадоваться вот этой чудесной адаптивности. А мы с вами продолжаем. Большие белые буквы драматические на черном фоне. Я в какой-то момент немножко по-другому начал писать стили. И, наверное, из этого этот доклад и родился. Сама эта идея. Я немножко рассказывал у себя в блоге про то, как я это делаю на Ютубе. Поэтому там можно будет тоже накидать ссылочек в чат. Или я чуть позже добавлю ссылки, наверное, в конце этих слайдов. Идея состоит в том, что вы изолируете ваши стили. Вы не разливаете в ведра краски, а вы пытаетесь их изолировать на уровне описания адаптивности. И на самом деле я по-прежнему собираю для своих проектов, для своей верстки стили в один файл. И сегодня у меня для вас не будет решения готового. Сегодня у меня для вас будут мысли, как до этого решения можно будет дойти. Давайте посмотрим, что, собственно, я такого делаю. Возьмем, за пример, сайт веб-стандартов, на котором мы там статейки пишем, и разные переводы, подкасты и все остальное. Когда-нибудь там запустится и конференция, и календарь, и все-все-все на свете. Сайт живет, развивается. Там есть адаптивность. И как она выглядит? Ну, то есть так, так и так. Типичная адаптивность. Сначала у нас мобильный, потом планшет, потом десктоп. У нас все-таки mobile first. Но примерно так оно все выглядит. То есть на каждую ширину нужны определенные стили. И не просто на каждую ширину, а на диапазоны. То есть это окно можно немножко расширять, и оно переключится. Немножко расширять, и оно переключится в какой-то момент. То есть это гибкая адаптивность, хорошая, на мой взгляд. И как там все сверстяно? Ну, например, если мы говорим про mobile first, то у нас в футере есть какой-то списочек иконок, например. У него там margin, padding, list, style, none. Что это такое? Это базовые стили. Чем базовые стили отличаются от стилей для мобильного, для планшета, для десктопа? Это стили, которые пригодятся и на мобильном, и на планшете, и на десктопе. То есть анализируя ваш макет, и анализируя свои макеты точнее, а вы уже подумаете, подходит ли это ли вам, я всегда смотрю на вещи, которые абсолютно универсальные для всех состояний моего элемента, которые я собираюсь адаптировать. То есть мне нигде в этом списке не нужны буллеты, list, style, none. Мне нигде в этом списке не нужны padding и margin встроенные, браузерные стили по умолчанию. Я везде их сбрасываю. То есть у меня это базовые стили, которые справедливы для всего диапазона адаптивности. То есть где бы они ни были, в каком бы ширине окно ни было, оно там все справедливо, нужно и хорошо. Это важная мысль. Дальше. Сразу после, на следующей строчке, идет вот такое описание. При ширине меньше 736 пикселей, ну то есть типа мобилка, меньше планшета, почему здесь не 768, не 640 и не так далее, а не важно. Эти цифры на самом деле условные и часто зависят в основном от контента, чем от конкретных размеров экранов. Так вот, при ширине окна меньше 736 появляется какой-то грид, какие-то штуки. Ну то есть здесь я начинаю изображать то, как оно на макете выглядит для мобилок. Дальше. Начиная с 736 и выше, другой, другая раскладка. И так далее, и так далее, и так далее. То есть я каждую штуку описываю и заключаю в каких-то условиях. Я не пытаюсь разливать все наружу. Вы могли удивиться, что это такое. Я думаю, вы привыкли к записи min with, max with и так далее, которая вам говорит, по сути, меньше чем и тогда больше чем. Просто немножко в странном синтаксисе. Я думаю, гораздо понятнее и привычнее вам запись с угловыми скобками. Скобками там меньше, больше, равно. На самом деле этот синтаксис можно уже использовать сейчас в Firefox, а в остальных браузерах не работает, поэтому нужно его обрабатывать дополнительно. Но я для понятности использую его сейчас так. Так вот, with меньше 736, оно в более понятных, в более привычных и более совместимых терминах выглядит как max with 735. Да, вот так вот. То есть ширина меньше 736, значит, что максимальная ширина, при которой что-то сработает, она 735. А 736 уже не подходит сюда. К этому нужно немножко привыкнуть. То есть когда вы обработаете вот это вот для лучшей совместимости предыдущую запись, получится вот так вот. Аналогично с этим. Ширина больше и равно 736. То есть начиная от 736 и выше, то есть min with 736. То есть минимальная ширина, при которой это начинает работать, 736 и выше. Есть гораздо более сложные условия, которые можно очень круто писать. То есть ширина и меньше равно или меньше. Ну, то есть очень-очень классная запись. Она сразу понятнее. То есть ваш случай лежит посередине между этим и этим. И это тоже записывается примерно так в итоге после обработки. В общем, ну, это так. Немножечко экскурс в современный CSS, который пока не с нами, но скоро будет, я надеюсь. Так вот, идея состоит в том, а что если бы мы смогли сделать вот так? Взять, подключить файл стилей базовый, потом мобильный, потом планшет, а потом десктоп. И внутри файлов сгруппировать подходящие AdMedia. В чем состоит идея? Поскольку я уже записал отдельные блоки стилей, которые отвечают за свою отдельную часть адаптации, я бы мог скриптом поискать места подходящие и собрать базовый стильный, мобильный, планшетный, десктопный и так далее. И внутри файлов сгруппировать их и получить 4 отдельных файла для каждой ситуации. Но проблема в том, что это работать не будет. Если мы посмотрим на то, как оно грузится, оно грузится абсолютно точно так же. То есть вы вместо одного запроса получаете 4, и разницы никакой нет. Но можно попробовать кое-что другое. Можно попробовать вот так. Можно попробовать в Media вынести наружу. Смотрите. Подключаем базовый CSS, потом подключаем мобильный CSS, и Media прописываем на уровне атрибута, то есть ширина меньше 768. Так, так. И в итоге мы получаем базовый мобильный, планшетный, десктопный. В итоге мы говорим браузеру, загрузи этот файл в любом случае. Этот файл загрузи только тогда, когда окно меньше. Это загрузи при таких условиях, это загрузи при других условиях. И тем самым мы, наш толстенький котик разделяется на отдельные файлы, и браузер загружает только нужные, да? Ну, вроде бы да. И знаете, вот эти условия очень понятные и простые. Мы с ними научились разбираться. Но только нюанс, наверное, в том, что их нужно будет трансформировать для браузеров, потому что, ну, совместимость не очень хорошая. Ну, примерно так это будет выглядеть. MaxWidt, вот так вот, вот так вот. Это, наверное, можно автоматизировать. Но главное, чтобы вы понимали, это все не слишком совместимо пока, и можно лучше. И нужно трансформации какие-то делать. И выглядит очень хорошо на самом деле. И я в какой-то момент столкнулся с твитами Адама Аргайла, который на эту же тему размышлял, типа, как подключать только то, что пользователям нужно. И я подумал, о, прикольно, кто-то об этом тоже думает. То есть, допустим, только ретиновые стили подключать, где там картинки двукратные. Если там нужна анимация помедленнее, тоже можно. Ну, короче, не один я об этом думал. Но потом Адам идет дальше и начинает говорить, а вот если на уровне импортов это делать, и так далее. Ну, это, конечно, все плохая идея. Делать так не надо. Если вы помните, импорты вложенные блокируют загрузку, и это совсем-совсем плохо, и так делать не надо. Браузеру нужно на уровне HTML подсказывать, что и где, и как работает. То есть, вот эту идею, пожалуйста, не используйте делать это на уровне HTML. Но вот эта вот идея, мне кажется, довольно хорошая. И, собственно, мы примерно в одно и то же время начали про нее думать. Но при первом рассмотрении получается, что на самом деле все не работает. Точнее... Ну, сейчас разберемся. Смотрите. я сделал демку, в которой похожим образом подключил файл индекс.html, например, и там base, desktop, mobile, tablet и так далее. И получилось, что при любой ширине окна браузер загрузил все файлы. То есть, он не посмотрел на условия медиа и загрузил все. И это выглядит как абсолютное разочарование. И это... Ну, в общем, все, расходимся. Доклад бессмысленный, все, зря. Но я потом посмотрел и понял, что работает. Но работает не совсем так, как я ожидал. То есть, я ожидал что? Я ожидал, что браузер на мобильной ширине загрузит base.css и mobile.css. И все. Все. То есть, он дальше ничего делать не будет. Я загружу... Я расширю окно на планшетную ширину, и он такой, о, мне нужен планшетный css, подгружу-ка я его. И он его загрузит и нарисует, да? Нет. Все чуть-чуть по-другому. То есть, браузер по-другому работает и, на самом деле, кажется даже лучше. Смотрите. Я сделал, собственно, демку в следующую. Я сделал файл, который показывает десктоп, десктоп, десктоп. Стили, точнее, такие для файла моего стилей. Потом планшет, планшет. Потом мобил, мобил. И, ну, в общем, примерно так я сделал. В базовом css у меня просто что-то такое общее. Background, position, font, family, sense, series. Ну, то есть, очень просто. В mobile css 5 килобайт. Фоновый цвет, томатный. И картинка специально тяжелая. Я специально ее сделал тяжелой, чтобы файл весил, его было видно при загрузке лучше. На планшете аж 62 килобайта. Я огромную картинку сделал. На десктопе я решил как бы идти в полный рост и сделать 241 килобайт. То есть, я подготовил демку, в которых разные размеры файл стилей для соответствующих ширин окна. И положил отдельными файлами и посмотрел, как браузер их загружает. И как же он их загружает? Я открыл панель performance, посмотрел на него и снова убедился, что браузер загружает все четыре файла. Но если посмотреть внимательнее, да, он загружает все четыре файла. Но как он их загружает? Смотрите. Вот эта линия очень важная. Я ее нарисовал сам поверх. Это линия, когда браузер начинает рисовать. А нам то самое и важно. То есть, наша главная проблема в начале, помните, что пользователь не видит ничего, пока все стили не загрузятся. Но если загрузились мобильные стили, браузер уже начал рисовать, вот это интересно. Смотрите. Действительно так и получается. Базовый CSS загрузился, мобильный CSS загрузился, и все, браузер начал рисовать. А параллельно, не блокируя, загружается планшет, десктоп и так далее. Видите, они большие. Я их специально большие сделал, чтобы было видно. То есть, это DCL, это DOM Content Loaded, это First Paint, это First Contentful Paint. То есть, все произошло практически мгновенно, практически сразу. И давайте вспомним, как все устроено у нас. У нас база, мобильные, планшеты, десктоп. Соответственно, для каждых своих ширин. И мы получили вот эти два файла очень быстро и сразу начали рисовать. Почему так произошло? Дело в том, что браузер, прочитав HTML, понял, что вот этот файл стилей и вот этот файл стилей прям нужны и важны прямо сейчас, потому что ширина вьюпорта подходящая по медиа-атрибуту. А посмотрев на подключение таблет и десктопа, он понял, что эти файлы не нужны прямо сейчас, но они все равно могут пригодиться, потому что пользователя нет-нет доресайзит. В итоге мы видим, что браузер говорит, окей, я получил все, что мне нужно для этого вьюпорта и начинает рисовать. Получается, что у нас задача выполнена. Аналогично происходит и на планшете. Браузер дожидается базы, дожидается планшета и начинает рисовать. Браузер на десктопе то же самое. Дожидается десктопа и только тогда начинает рисовать. Так получается, что он параллельно загружает и остальные файлы, они загружаются на самом деле сильно раньше, но браузер ничего не нарисует, пока он не загрузит именно десктопные стили, потому что он понимает, что это критично важно и так далее. Вот это самое интересное. То есть мы с вами по сути задачу-то решили. У нас получилось так, что мы не просто браузеру отдали файл стилей в момент, когда он ему нужен. Мы еще и за сами того не ведая на самом деле, мы еще и запланировали, что у нас параллельно все остальные стили подгрузятся. Поэтому если пользователь что-то поресайзит, это все сразу сработает. Не нужно будет ждать типа поресайзил, у тебя мобильная версия на 1200 пикселей и ты ждешь, пока мобайл.цс загрузится. Нет. Все, сразу есть. Просто первый момент самый важный, самая отрисовка. Белая страница и что-то появилось. И пользователь понял, что он попал на тот сайт, что он так выглядит, как ему надо, что ничего не сломало, что все работает. Это очень важное понимание. Он сразу это получает, как только браузер загружает файлы стили, которые нужны для этого разрешения. А все остальные загружаются потом. И вот это очень важно. Кроме ширин, на самом деле, есть еще другие предпочтения пользователя, которые тоже можно уважать, отделять, дополнительно загружать. И я бы назвал их предпочтения. Точнее, не я их назвал, а такое у них, наверное, название даже. Prefers. Есть такое слово. Например, можно ретиновые картинки положить в отдельный файл стилей. И браузер все равно их загрузит, но с меньшим приоритетом. Допустим, если у вас однократный экран с разрешением 1x. Грустно, но так. Допустим, если пользователь предпочитает не анимацию, а более спокойный интерфейс. Вернее, точнее, простите, это не Prefers.reduced.motion, а Prefers.reduced.data. Если пользователь предпочитает поменьше данных, есть такое меди-выражение, вы можете самую-самую тяжесть выделить в отдельный файл. Если Prefers.reduced.motion, и так далее, и так далее. То есть, есть разные варианты. И на самом деле, даже с темной темой так можно сделать. Браузер сам поймет, в какой момент загрузить этот файл стилей, или не загрузить, или загрузить его параллельно. То есть, это поведение на самом деле, я допускаю, что оно будет со временем меняться, но пока браузер загружает все, просто с гораздо меньшим приоритетом то, что не нужно. И я вам уже сказал, главный спойлер сегодняшний раскрыл, что у меня нет для вас готового решения, у меня есть для вас идеи, которые могут быть в ваших руках, в ваших головах, и вы можете подумать, как оптимизировать загрузку и отрисовку ваших страниц на уровне стилей. Нужно определенным образом писать стили и определенным образом подключать стили. Но пока прям совсем удобных инструментов, прям какого-то конструктора, или какого-нибудь загрузчика, или какого-нибудь плагина, или еще чего-то подобного для систем сборки современных, особо нет. Приходится все это руками писать, и это можно собрать руками, но пока в общем открытая задача. какие инструменты нам в этом могут помочь? PostCSS Media MinMax это тот самый плагин, который делает понятные медиавыражения. PostCSS Extract Media Query он позволяет собственно отдельные Media Query выделять и делать с ними какую-то трансформацию, то есть можно на основе этого сделать. Combine Media Query тоже сшивает все вместе. Ну и еще Webpack Media Query плагин, который тоже похожие задачи выполняет. Вот все это можно взять и написать какие-то новые инструменты, которых пока еще нет. Если я вас вдохновил, то беритесь. И в общем-то это все, что у меня есть на сегодня. Я, наверное, покажу еще парочку ссылок, но я думаю слайды на презентации будут и скажу, что меня практически везде можно найти по нику Peoples Bay, так что ищите, задавайте вопросы и давайте общаться. Я так полагаю, мы еще с вами сегодня пообщаемся в чате потом. Спасибо большое. Очень интересно было. Практически на середине доклада в чате мы начали обсуждение того вопроса, что когда ты только сказал, что вот можно разделить на мобильную и там обычную версию, сразу же началось обсуждение, а что же будет после там переворота телефона или ресайза. То есть основной вопрос, который был у людей, это он, и ты сразу же и ответил своим докладом. Да. Из тех вопросов, на которые ты не ответил, где взять такую крутую футболку? Эту футболку мне подарил один хороший человек. Это CSS Берлин. Это, господи, CSS конф Берлине, на котором я не был в 2018 году. Мне просто оттуда ее привезли. Так что печатайте сами. Я думаю, макет очень простой. Видите, чтобы получить крутые футболки, нужно участвовать в крутых конфах. У меня был вопрос, ты в конце упомянул, что вот это выделить, разбить стили для мобильной, для такой-то версии, можно сделать плагином к чему там было, к вебпаку, по-моему, на последнем слайде. к вебпаку, к CSS, то есть есть разные варианты. То есть это можно сделать. Вопрос в том, что это все не сделано пока надежно и хорошо, и над этим еще, конечно, нужно поработать. Потому что поэтому мне кажется нужен отдельный доклад, чтобы вот кто-то прошелся и показал, что вот так вот вы делаете, разбиваете на файл. Отдельная история. Спасибо большое. Я предложил методологию, пожалуй, а дальше давайте думать, можно ли с этим что-то сделать. Да, вот люди еще пишут, что есть ли опыт использования этой схемы с Angular или Vue и React. На самом деле это будет аналогично можно будет сделать, но тогда для вас понадобится, вам понадобится немножко по-другому смотреть на ваши стили. Дело в том, что когда вы пишете сингл-пейджи, частенько файлы стилей и просто сами стили зашиваются в ваш JS-бандл. И это даже за пределами этого доклада это просто плохая идея. Вы получаете по сути абсолютно заблокированный рендеринг, пока не загрузится JS-файл. Это, конечно, не очень хорошо, но если вдруг вы выделяете ваши файлы в стиле отдельно, а если не делаете, пожалуйста, сделайте это. Это очень важно. Браузерам нужно подсказывать, что это JS, это CSS, это HTML, и он по-разному их загружает. Так вот, если вы не экстрактите ваш CSS, вам ничего особо не сделать. А если экстрактите, то, в принципе, с похожим образом можно проанализировать их, завернуть их в дополнительные медиа-выражения, выделить, разделить по отдельным файлам и подключить правильным образом. То есть, опять же, практики нет, есть идеи, так что дерзайте. Да, то есть эта идея куда... Тоже вопрос хороший. Не кажется ли, что количество усилий для реализации этого подхода не окупает финальный результат? То есть, может быть, стоит с этим заморачиваться только когда уже возникла проблема такая или там сайт требует высокой скорости загрузки. Я уже говорил в самом начале, что если вы все написали, а потом такие «У меня же медленно грузится», это уже поздно. Будет сложно. Что касается замороченности, любой подход в начале замороченный. Вы смотрите и думаете, что это такое вообще? Что он нам тут предлагает? Мой дед всю жизнь вот так писал и я писать буду. И до 100 лет доживу. Да, а получается, что если поразбираться, возможно, появится простенький какой-нибудь roll-up или веб-pack лоудер, который для вас это все сделает, и вы просто такой импорт, что-то там такое, а у меня все работает. Хорошо же, правда? Поэтому пока все сыро, выглядит сложно. А когда и если это все вы сможете применить, будет лучше. Я тоже буду в эту сторону копать, но инструменты в ваших руках вы тоже можете. Да, еще один вопросик. А какая браузерная поддержка у этого решения с разделением CSS в HTML? Все ли браузеры уже поддерживают? Да, я проверил, как браузеры ведут себя с приоритетом загрузки, и это все равносильно. То есть Safari, Firefox, Chrome, они одинаковые считают вот эти вот все приоритеты, и в этом смысле все хорошо. То есть если вы используете там современные стили плюс-минус там гриды, флексы, примерно на таком же уровне, ну, примерно на таком же уровне вот эти вот все медиа-атрибуты для загрузки. Даже, мне кажется, лучше. Супер. Вообще супер. И здесь несколько людей задали вопрос, а почему не класть в онлайн CSS? Значит, в начале, когда ты сказал про несколько файлов, что не рисуется как бы интерфейс, да, пока все CSS не подъедут. А человек задал вопрос, что если, допустим, в странице инклудит несколько CSS файлов, и один из них просто не найден, там CDN отвалился, вот, то, насколько я помню, страница все равно загружается. Будет ждать? Браузер будет ждать, пока нет. То есть, если он совсем, если он получит ответ, что там 404, 502, еще что-нибудь такое, это да. Но если сервер медленно отдает, он будет ждать. И страница будет белая. Это, конечно, очень плохо. Ну, да. Так вот, про инлайн был как раз вопрос. Да, да, вот на фоне этого они говорят, а не лучше ли тогда в инлайн положить? Что-то не надо. С инлайном другая проблема. Если вы инлайните что-то, вы просто тут мало кто на самом деле задумывается о том, как браузер на самом деле рисует страницы. И я сегодня вам показывал, что сначала он начинает загружать HTML, и пока он не загрузит HTML, он не знает про ваши стили, картинки, еще что-то такое. У него нет карты всех ресурсов, которые нужно грузить. В этом проблема. Поэтому раздувая HTML, вы всю ту же самую проблему просто кладете на HTML. И вы даже браузеру мешаете на самом деле. То есть, куда можно положить стили? В шапку. Хорошо, в шапку положили все стили сайта. Там 300 килобайт. Класс. Но пока эта шапка медленно грузится, ну, то есть, браузер построчно HTML грузит и сразу начинает его парсить. Слава богу. Пока он до HTML, до вашего доберется, ему все еще нечего рисовать. А если у вас какие-то ресурсы важные, картиночные, допустим, IMG подключаются, еще что-то такое, или видео какой-то, браузер, пока до них не дойдет, он не поймет, что их нужно предзагружать тоже. И вы страшно помешаете контенту рисоваться. То есть, гораздо лучше отдавать браузеру внешние файлы стилей, оптимизированные, как внешние файлы. Они лучше кэшируются, дольше лежат в кэше, и браузеру вы не мешаете все остальные ресурсы на сайте находить. Но если вы какой-нибудь critical CSS делаете, небольшой, не весь CSS на сайте в шапку, а critical какой-то, это, в принципе, нормальный подход, но его нужно, конечно же, отлаживать. это не просто, типа, бахнул и все работает. Нет, ну, надо немножко повозиться и понять, какой именно и сколько его туда класть. Спасибо большое. Да, понятно. Спасибо.